Целое озеро червей и жители дома Новоровского выживают из квартир крысы и насекомые. Уже полтора года в подвале все канализационные нечистоты попадают не в центральную систему, а сливаются прямо в подвал. В квартирах нечем дышать, а по комнатам свободно ходят крысы. Жильцы дома номер 157 уже полтора года не могут избавиться от такого соседства. Подвал топит стоками, отсюда и запах канализации в квартирах, и повышенная влажность, и крысы, которые уже не боятся людей. И тут постоянно прогрызают крысы. И сколько раз мы уже удаляли этих крыс. Это невозможно. Обращение жильцов в управляющую компанию Ленинского района никаких результатов не принесли. Активисты ОНФ, которым обратились кировчане, были в шоке от увиденного в подвале. Там в нечистотах развелось целое озеро червей. Повсюду крысы и насекомые. Эксперты обнаружили разрыв труб. Канализация со всех этажей стекает прямо на пол подвала. Активисты по факту бездействия управляющей компанией направили обращение в жилищную инспекцию. В Кирове отремонтируют десятки тротуаров и дворов. В Радужном и Шутовщине прошли встречи с местными жителями по поводу строительства полигона в Лубягино. Акировские школы готовы обеспечить всех младших школьников горячим питанием. Эти и другие новости подробнее в рубрике «Короткой строкой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok